Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если до этого я делала видеообзоры томатов, поспевших в теплице, то теперь у меня уже начали спеть томаты в открытом грунте. Конечно, это скороспелые, такие небольшие, штамбовые, но все равно это настоящие томатики. Эти плоды, они вот небольшого размера, но очень вкусные. Сейчас я расскажу о том сорте, к которому я сейчас подошла. Вот это гном, я уже показывала вам, но он был в зеленом состоянии. Сейчас все томаты начали дружно спеть. Это раннеспелый, неприхотливый, низкорослый сорт. Он может выращиваться и в открытом грунте, и в теплицах. Я уже рассказывала, кустик у него штамбовый, слабо облиствленный, то есть листиков мало, и кажется, что весь этот кустик состоит вообще из одних помидорок. Они прям так компактненько слеплены. Вот видите, как кисточками висят. Вот тут, ой, сейчас покажу. Вот смотрите, какая кисть богатая такая. Вот он начал у меня сейчас спеть. Они вес небольшой, 40, 50, 60 грамм. Если вот будет режим полива нормальный, то могут до 70-80 грамм дорасти. Но вообще, обычно они не бывают ни большие, ни маленькие. Они все одинаковые. Видите, они как идет размер один. Он один в один. Они имеют универсальное назначение. Подходят и для салатов можно их есть, и для консервирования. Перерабатывать на любые томатопродукты. Конечно, первые обычно съедаются, а потом уже добавляем в лечо, во все остальное. Урожайность сорта 5 килограмм на 1 квадратный метр. Но это при соблюдении агротехники. Садить его можно загущенно. Вот у меня, видите, он тут, я уже показывала, на заваренке вдоль теплицы. Тут ему очень-очень нужно мало места. Его можно было посадить еще плотнее. Их можно высаживать прям загущенно, сплошную. Они небольшие, они не разрастаются. Они не склонны к растрескиванию. Они очень хорошо лежат и хранятся. Их можно перевозить на дальние расстояния. Ну, в общем, такой неприхотливый. К достоинствам, я про него уже рассказывала. К достоинствам. Это стабильная его урожайность, устойчивость к различным неблагоприятным погодным условиям. И хорошее качество продукции. Он у нас внесен в реестр. Его можно высаживать 6 штук на 1 квадратный метр. Если у вас где-то маленький кусочек земли есть. Вот, посадите гномика. Он вас порадует очень-очень рано. Вот такими спелыми плодами. Даже в таких холодных регионах, как наш сибирский. Но я имею в виду холодных. Это весной у нас было холодно. Потом у нас была жара. Вот он вынес и весенний холод. И вот эту вот затяжную, жаркую нашу погоду. Поспел. Потом, когда буду пробовать, я скажу, какие нынче получились плоды. Вообще, конечно, скороспелые, они не такие мясистые, как крупноплодные. Они немного могут быть с ноткой кислинки небольшой. Но нынче томаты меня поражают своей сладостью. Из-за жары, из-за продолжительной очень много солнца. Возможно, и скороспелые томатики будут у нас нынче сладкие. Все. Это была с вами Ольга Чернова. Краткий видеообзор сорта гном. Который поспел у нас в Сибири уже в открытом грунте.